Включаем, включаем, включаем. Так, Артём, день добрый. Добрый день. Начнём с главного. Вот смотри, сейчас вышла отчётность Северстали. Недавно выходила отчётность Сбербанка, по-моему, Фосагра выходила отчётность. Что показали эти отчётности и могут ли инвесторы надеяться на хорошие сейчас дивиденды? А вот как раз по Северстали буквально за 5 минут до нашего эфира была новость, что Совет директоров рекомендовал дивиденды 191 рубль, если я правильно помню. Что, в общем-то, превышает даже свободный денежный поток их за этот год. То есть они ещё из накопленной прибыли прошлых лет дивы отправили. Это хороший знак, и он хороший для всего сектора металлургов. То есть, скорее всего, это будет сигналом для ММК и НЛМК, для выплаты дивов. Но в целом там много интересных историй. То есть нам-то металлургия интересна, если они вернутся к ежеквартальной выплаты дивов. Один большой дивиденд раз в год не так интересен, как то, как они раньше платили ежеквартально. В целом, ну понятно, что сейчас спрос на металл есть, цены на металл вполне адекватные, зарабатывают, молодцы. Плюс восстанавливается внутренний спрос на металл за счёт гражданской продукции, банально автомобилей. Стройка не останавливалась. То есть хороший был год. Тут можно фантазировать, будет ли следующий год хуже. Ну, наверное, спрос от стройки чуть-чуть упадёт, но будет прирост за счёт других отраслей. Так что можно сказать, что дивиденды этого года разовые и большие, и они, наверное, не повторятся. Но это не значит, что компания не будет зарабатывать в будущем и не будет распределять. То есть как раз тут очень важно, что они вернулись к дивидендам. Хорошо. Есть у тебя компании среди отчитавшихся, которые приятно тебя поразили? Вот приятно. Ну, кроме Северсталя, конечно. Ну, приятно, да, потому что это такая давняя идея, которую озвучивал я. Не только я, но, в общем, я там вообще какие-то росты 25 раз озвучил. Поэтому приятно наблюдать за историей, которая развивается в том направлении, в котором я говорил. Это самолёт. Они опубликовали сегодня финансовые результаты уже за 12 месяцев. В плане этих результатов они сюрпризы не преподнесли. Ну, в каком смысле? Они говорили, что всё будет хорошо, будет рост, будет прибыль и так далее. И это случилось. Но из интересного – это их дочерние, скажем так, проекты. То есть, ну, вроде бы застройщик и застройщик, чего его так пристально смотреть. А история в том, что они сейчас продают квартиры вместе с мебелью, вместе с отделкой, вместе с техникой. То есть, заселяйся и живи. Нет, вместе с женой ещё. Ещё жену дают в передаче. Лишь бы квартиру взяли. Ну, не знаю. Но, как бы, за счёт этого они средний чек увеличивают. И как нас учат венчурные инвесторы, в какие бизнесы надо инвестировать, в те, которые разрушают какие-то другие старые бизнесы. Вот, самолёт разрушает бизнес компаний, малых компаний, ИП, которые занимались ремонтом, отделкой. Вот. И компании, которые, в общем-то, продавали мебель, продавали технику. Это самолёт взял на себя, консолидирует эту выручку. И это плюс. То есть, что, чем они мне, например, понравились. Они продали мебель за 23-й год на 20 миллиардов рублей. Вот, 20 миллиардов рублей – это они, скорее всего, крупнейшая мебельная компания вообще в России, которая, скажем так, торгует мебелью. Вот. И если бы такая компания «Самолёт мебель» выходила на биржу, за сколько бы её оценили? Ну, на самом деле, если это растущий бизнес, да, это там 2,5 выручки или 2, то есть, это там 40-50 миллиардов рублей, она бы стоила только IPO «Самолёт мебель». Ещё у них обновились данные по GMV и «Самолёт плюс». То есть, это платформа, ну, типа, скажем так, «Циана», на которой регистрируется недвижимость и продаётся. Ну, и также это агентство недвижимости. Вот. И там 749, по-моему, миллиардов – это GMV. Вот. То есть, это очевидно, что где-то минимум половина, скорее всего, 2-3 объектов недвижимости, которые прошли через эту платформу, они были не объектами самого «Самолёта». То есть, это такой маркетплейс недвижимости, который активно развивается, и если его выпустить сейчас на IPO, например, по оценке половины GMV, это 350 миллиардов, это, опять же, круто. И сам «Самолёт» EBITDA 71 миллиард, да, то есть, это 3,2 EBITDA сейчас торгуется, но тоже, в общем-то, это дёшево, если уж объективно смотреть на вещи. Тут можно спорить, будет ли он дальше расти, но я бы покупал даже нерастущий бизнес за 3 EBITDA, это, по-моему, хорошая сделка. Поэтому, конечно, «Самолётом» я доволен, дальше буду наблюдать. Отлично. Ну, знаешь, пятница нас порадовала хорошими новостями, что тут ещё сказать. Понятно. И гендиректор «Самолёта» считает, что акции недоценены в три раза. Ну, я с ним согласен. На самом деле, в три раза, смотри, я не хочу уходить в какие-то такие эпитеты сверхобнадёживающие, потому что мы живём в России, здесь всякое может случиться. Но, скажем так, если смотреть на недооценённость, то она там присутствует. И в три раза это не предел, потому что если самолёт будет развиваться так, как он развивается, может быть, застройщик объективно не может расти быстро в три раза. И тем более они, в общем-то, большой объём занимают. Но их, например, проект именно «Самолёт плюс», он может быстро расти, если он вырастет по GMV в два раза, например, за следующие два года, то есть это вполне адекватно. Это уже полтора миллиарда GMV, и это оценка 750 миллиардов только дочерней компании. То есть это вот, ну да, там есть такая недооценка. И, в общем-то, они анонсировали, по-моему, на 2025 год IPO «Самолёт плюс». То есть это вполне реальная история, которой надо пользоваться. И, честно говоря, если не будет любви к самолёту, они же могут выкупить все акции с биржи, и мы тогда вообще не получим этого роста. Поэтому я считаю, надо такого эмитента любить, чтобы он своими байбэками не скупал акции, а наоборот, чтобы они у нас оставались. Улетает самолёт. Это напоминает мне первый полёт гражданский самолёт сверху советского с одного из аэропортов московских. Когда он так дунул, что за ним полосу, полосу слетела полоса взлётная, повредило покрытие. Думает, и в следующий раз его же туда не пускали. Вот так самолёт улетает. Прощевайте, друзья. Друзья, ладно. Ты не знаешь, почему растёт сургут, а бычка? Ну, я тебе скажу честно. Я вчера видел две версии по этому поводу, от разных инвестиционных компаний. Хочу ещё послушать. Ну, честно говоря, я версии не читал. Там существует десятилетиями уже инвестидея, что бычка имеет колоссальную недооценённость к просто деньгам на счетах компаний. Вот. Толку от этой инвестидеи, если она существует, десятилетиями нету, потому что, ну, явно нет какого-то триггера к её реализации. Вот. И здесь уже дальше возникают два поворотных момента. Может быть, кто-то нашёл триггер. Вот. То есть, ну, нехорошо об этом говорить, но болезнь основного акционера и будущие, например, наследства – это триггеры для раскрытия стоимости компаний. Вот. Надеюсь, у акционера сургута всё хорошо, но, тем не менее, может быть такое, да. Второе. Могут быть какие-то там кулуарные сделки. То есть, если, например, сургут из органического развития перейдёт к неорганическому, например, просто будет за счёт своей кубышки покупать какие-то активы, это тоже будет плюс, потому что, как бы, если сургут не оценивается по своим деньгам, может быть, он будет оцениваться по своим сделкам МСА, и это тоже будет такой прорыв. Ну, вот это две такие вещи, которые могли бы быть, но, честно говоря, я в новостном поле не видел ни первого, ни второго, поэтому здесь хотите долгосрочно купить сургут обычку – идея неплохая. Другое дело, что уже кто-то 15 лет ждёт раскрытия недооценённости, и это перебор. Понятно. А мне понравилась эта самая… Одна инвест-компания, я не хочу никого обижать, потому что моя знакомая работает, пишет. Мы связываем рост сургут нефтегаза с заседанием мониторингового комитета ОПЕК, при том, что Лукойл закрылся в нулях, да, после других компаний. Нормально. Ну, это знаешь, я связываю рост сургут нефтегаза с покраснениями на солнце. Вот. И может быть, я даже ближе к… Это такая торговля по новостям, обязательно нужно к чему-то привязать. Да. А если вот ты не знаешь, то привяжи к ОПЕК. Ну, знаешь, ОПЕК, там, да, действительно была достаточно большая волна новостей по поводу ОПЕК+, Саудовской Аравии, которая не стала наращивать добычу и прочее. Но в целом это все истории. Вот если смотреть глобально на вещи, да, нефти сейчас нету причины для подешевения, потому что мировая торговля, у нее проблемы. Там, то, что вот в СМИ уже есть, это обмеление Панамского канала, то есть не все сюда могут проходить, им приходится оплывать, ну, это затраты на логистику дополнительные, то есть это дополнительный спрос на нефть, нефтепродукты. Баб-Эль-Мандепский канал, хорошо, что я его выговорил, да, там хуситы резвятся. Честно говоря, тоже были новости, что там падение прохода судов там на 90% случилось, но каким-то образом оставшиеся 10% это корабли, которые регулярно хуситы обстрелят. Понятно, понятно. Что это все значит? Опять оплывают длинными маршрутами, больше тратят ресурсов, то есть, ну и уж не говоря о куче новых напряженностей на планете Земля, конфликтов, которые тоже, в общем-то, близки к полуострову аравийскому, и это значит, что там в любой момент ракета может упасть не туда, и цены на нефть вырастут. На этом фоне ждать падения цен на нефть и плохих доходов нефтяных компаний, ну, странно. Какие у тебя сейчас новые интересные прайд ходят? Вот уже второй месяц пошел зимы, или наставничество, или семинары, что там интересное вообще? Ну, смотри, наставничество у меня, если и будет, то в конце февраля, пока я просто контент делаю для подписчиков блога, то есть, сделал вот видео на Ютьюбе, эксклюзивно для подписчиков моего ТГ-канала. Я надеюсь, ты сможешь ссылку на это видео выложить. Ты расскажешь, что это за видео-то, я ссылку-то выложу. Видео такое, потому что я спросил людей, на какую тему записать видео, и мне, собственно, задали вопрос, как задавать на бирже стабильные без потерь. И я эту тему раскрыл, как это делать. Потому что вопрос такой, знаешь, он с одной стороны детский, как зарабатывать в месте, где риск – это источник дохода, и в то же время источник убытоков, стабильные без потерь. Ну, как бы никак. Как зарабатывать в месте, где у тебя есть комиссия биржи, которую всегда с тебя берут, то есть, потери неизбежны при совершении любой сделки. Тем не менее, в общем-то, я попробовал на этот вопрос ответить более комплексно, чтобы все-таки найти пути, как достичь требуемого результата. Надеюсь, будет людям всем интересно. А какой тайминг это видео? 15 минут где-то. А досылочку пришлешь, что если несложно? Да, да, вообще не вопрос. Андрей, главное, два IPO анонсированы. Это же главное вообще событие этой недели. Это делимобиль и это Адиасофт. Я знаю, спасибо, что ты мне сказал. По этому поводу у меня как раз идет конференция одновременно с тобой на Финаме. А-а-а, понял, понял. Делимобиль я не буду вот лично, это мое частное, это дело молодежи, пускай они катаются в делимобилях своих. Ну, я могу сказать следующее. Вот я, поскольку такой тоже немного блогер, я вижу, что ажиотажа в социальных сетях по делимобилю нету, за исключением какого-то негативного. Что меня расстраивает, что большинство негативных обзоров, которые пишут на делимобиль, основано на отчетности по РСБУ, на еще каких-то. Ну, в общем, как бы есть за что ругать делимобиль, но как бы ругать его на каких-то неправильных изначальных данных мне кажется странным. Вот, в любом случае, я считаю, что пока иара делимобиля не дорабатывает, а это значит, что там может не быть переспроса, да, и то есть, как бы вот эти все стратегии, давайте мы зайдем с десятыми плечами и вместо 5% аллокации получим 50%, но они здесь могут не сработать, да, и будет вообще залив. Тем не менее, я насчитал его справедливую цену в районе 60 миллиардов, они выходят, ну, максимум за 42, то есть, я увидел апсайд, я участвовать буду. Вот, хотя явно он будет, это не будет Астра, это не будет полет ракеты вверх, три планки и так далее, но долгосрочно мне такое интересно. Вот, и наоборот, Диасофт, который, иар которого отработал, на мой взгляд, просто на 200%, то есть, в момент пресс-релиза уже вся информация, которая нужна инвесторам, упакована, выложена на сайт и презентации. А у тебя контакты есть с Диасофтом? Были контакты с Диасофтом? Да, у меня были контакты с Диасофтом, и я надеюсь, я с их иаром еще свяжусь, ну, классная, по-моему, история. И тут может повториться Астра. Почему? Потому что, если посмотреть их презентацию, с Астрой они себя и сравнивают. И мы можем просто через сравнительный анализ посчитать, сколько может стоить Диасофт на бирже, исходя из мультипликаторов Астра, которая выпускалась. Тут есть два момента. Первое. БКС-экспресс насчитал просто какие-то супермаленькие коэффициенты, то есть, вообще непонятна их логика. Тем не менее, ну, озвученные оценки от БКС-экспресса, они супермаленькие. Если по ним будет выходить Диасофт, просто покупай обязательно. Вот. Если наоборот, Диасофт будет выходить по мультипликаторам, например, завышенным, например, говорить, что мы лучше Астра, поэтому вот они выходили там по одним мультипликаторам, а мы будем дороже, да, то это может быть не так интересно. То есть, конечно, я насчитал, например, что будет разумным, если они где-то за 100 миллиардов будут выходить на IPO. Но, как бы, я не исключаю, что они там могут зарядить и 160. 160, может быть, это и справедливая цена, но, как бы, зачем покупать активность по справедливой цене, если, как бы, потом не будет роста. Поэтому вот этот лаг, это, там, пока я иду, пока не озвучены цены размещения. Как озвучат, уже буду смотреть. Но, но, сам бизнес, он, вот, что мне нравится. Этот бизнес знают все профики. То есть, у Диасофт обслуживает 8 из 10 топ-банков страны, да. Брокера, управляющие компании, все его знают. И вот этих историй, что аналитик брокерской компании или инвест дома не знает, не понимает бизнес-эмитента, такого тут не будет. Это не Linux, в котором, как бы, экономисты не обязаны разбираться. Все-таки в Диасофте. А это именно ПО для финансовых компаний, такое сердце их бизнеса. В этом они разбираются. Вот. И я надеюсь, что Диасофт будет оценен справедливо, но с премией для тех, кто готов все-таки на IPO туда идти. Поэтому вижу ажиотаж, ну, надо участвовать. Я буду участвовать в обоих IPO, но если говорить про какие-то ракеты, о которых все хотят, в Диасофте, скорее всего, будет маленькая локация, скорее всего, возможен рост и планки. И, как всегда, получится, что вот заработал на свои 50 тысяч рублей, которые аллоцировали. Ну, то есть, как бы, и хорошо, и не очень хорошо одновременно. Ну, с другой стороны, как вот вредный инвестор сказал недавно в видеообзоре IPO, он говорит, а что ты не участвуешь, ты денег не хочешь заработать, тут же, как бы, идея более-менее очевидна. Ну, в общем, да. То есть, как бы, если выбирать что-то одно, я не буду выбирать, но если выбирать, то Диасофт выглядит перспективнее. Понятно. У нас есть ряд блогеров, которые весь прошлый год просидели на заборе. Вот, ну, примеры, но при этом они продолжают что-то там ролики пилить, что-то о акциях, облигациях. Сидят на заборе, ничего не делают. Но это тоже такая позиция. Теперь по поводу, хотелось бы сказать, MSB Leasing. Ты знаешь такую компанию? Да, я знаю такую компанию. Ну-ка, расскажи-ка мне, что это нам, что это за компания. У меня интервью будет сейчас с руководителем этого MSB Leasing, мне очень интересно. А кто будет выступать там, директор или акционер? Сейчас скажу тебе, если тебе очень интересно, сейчас скажу тебе MSB Leasing. Будет Роман выступать. Роман, кто такой Роман? Директор, акционер. Да, ну, окей, я так понимаю, директор. Смотри, MSB Leasing, это очень хорошо известный... Да, Роман Трубачев, генеральный директор. Да, да. Это очень хорошо известный имитент на облигационном рынке. Вот. И он достаточно интересный. То есть у него контактный и собственник, и менеджмент, и отчетность вся раскрыта. И мы хотим поговорить не столько об этом бизнесе, сколько вообще об облигациях этого сектора малого среднего бизнеса. Так, шире копнуть? Шире. Можете еще обсудить, собственно, прогнозы рейтинговых агентств по росту бизнеса лизинговых компаний. Сегодня тоже вышли они, что типа в прошлом году выросло в два раза, а в этом не вырастет. Но вся суть проблемы в том, что в феврале прошлого года никто не прогнозировал рост лизинговых два раза. Вот. Поэтому здесь как бы как к этим прогнозам относиться, от экспертов стоит узнать. Вот. В целом, я считаю, что МСБ лизинг достаточно крепкий эмитент, и я вот его облигации покупал в конце прошлого года. Там была такая история, что вот последний торговый день в Т-плюсе уже не купить облигации, чтобы дивиденды получить, а в Т-0 на размещении купить. И я покупал в Т-0. Вот. Нормально. Мне нравится. Понятно. Ты же член ассоциации АВА. Смотри, я как бы не член, потому что я с другой стороны инфраструктуры нахожусь. Но я их активно поддерживаю. Вот вчера у них был на эфире как гость. И ты им намекни, что Андрей Владимирович делает большие усилия до пропаганды ваших облигаций. Для того, чтобы мне столик поставили на очередном, на майском, так сказать, а я свой роллап принесу и повешу. Ну да, но ассоциация владельцев облигаций у них вот в мае будет программная. Я знаю. Мы уже обсудили эту тему. Этому предприятию мы уже обсудили с одним человеком из Саратова. Так вот, хотелось бы все-таки столик иметь, понимаешь, и роллап, чтобы люди пообщались со мной, а то люди меня не видят. Ну, я думаю, они организуют тебе столик, роллап, на мероприятие. Если ты хочешь вставняк инвестора приехать, в общем-то, тоже возможно. Как бы там, в общем, это вредный инвестор, он как бы профильным участникам дает возможности собираться. Вставняк мне интересует. Мне сейчас интересует дом трейдера, который построил старый трейдер. Я туда еду, меня уже пригласили. Понятно. Ну, смотри, я думаю, ты же в прошлом году уже участвовал на ярмарке очень даже. Я смотрю, там люди стояли со столиками, которые меньше меня там в разы в ФЛАТ внесли пропаганду МСП. Ладно, а мне не досталось. Послушай, поговорим лучше про обвал американского рынка. Вот Goldman Sachs исключает обвал американского рынка. Хорошо, если будет такой сценарий, что будет с нашими акциями? Ну, теоретически ничего не будет, потому что мы отрезаны от финансовой системы мировой. И не будет такого, как в прошлой кризисе, когда иностранные инвесторы для удержания позиций в Америке продавали все на развивающихся рынках и уходили в Америку с деньгами. Вот. И получалось, что фондовый рынок американский только чихнет и упадет там процентов на 10, а наш вообще уже на 40 обвалился. Рубль меняют на доллар, доллар вверх и, в общем, какой-то катастроф полный. Вот. А потом еще вдогонку падает Америка и дальше. И вообще как-то все плохо. В этом году, ну, вряд ли такое будет, поскольку вот нету этих иностранных инвесторов, которые могут что-то продавать. С другой стороны, есть новостные сайты, которые, вот знаешь, занимаются как бы потоками новостей. И если Bloomberg, Financial Times и Reuters пишут про то, что крах в Америке, мы все умрем, мировой экономический кризис, все плохо, да, наши все новостные это перепечатывают. И, конечно, пугливые инвесторы могут начать продавать уже, в общем-то, без причин. Что, как бы, возможно. Но если говорить уже про факты, то сейчас основное, что обсуждается, это, возможно, и вторая волна банкопада в США. То есть в марте заканчивается послабление у них по активам. И, соответственно, уже заранее как-то идет прогрев, что если не продлить эти послабления, то все будет плохо. Прогрев идет, наверное, не для России, а, разумеется, это для американских чиновников. Но если кто считает, что наш ЦБ жесткий, да, они еще не общались с американским регулятором, я считаю, те, в принципе, обязательно отменят послабление, дождутся, пока очередная волна банков упадет, чтобы ввести новые. Просто, чтобы вот это очищение от неэффективных организаций, как бы, не останавливать, а растянуть по времени. Они будут этим заниматься. Хорошо это для России или нет, но, наверное, нейтрально, поэтому я особо проблем не вижу. Все понятно. Ребята, не забывайте на ссылочку проходить, что Артем Сергеевич сейчас мне пришлет. Потому что если... Эксклюзивная ссылка с эксклюзивным видео. Да, потому что если вы не щелкните по этой ссылке, то Артем Сергеевич мне столик не поставит на следующем заседании АО. Тайный кардинал, понимаешь, отказывается. Говорит, это не я все, не я. Ну, не ты, не ты. Если столика не будет, больше не будет. У вас никакого, понял? Не ты. Ладно, все. Спасибо большое. Спасибо. Да, все. Счастливо. Пока.